Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Жанна в Турции онлайн. Сегодня 8 мая. Температура воздуха в Алании 27 градусов. Температура воды в море в районе 19. Сегодня суббота и это первый день в период локдауна, когда власти разрешили открыться фермерским рынком. До локдауна они работали каждый день, перемещаясь из одного района города в другой. Сегодня открыты 4 точки непосредственно в центре Алании, а также в районе Джиджикли, это верхняя часть обы, в Махмутлари и в Тасмуре. В Тасмуре находится рынок ближайший к нашему дому и мы сейчас туда с вами и отправимся. Не случайно я остановилась возле этого цветущего куста, но какая же красота! Вы знаете, с локдауном нет времени любоваться. Вот только благодаря съемкам я успеваю увидеть, как все вокруг цветет и пахнет. В районе рынка, конечно, наблюдается определенное оживление и здесь пропадает ощущение локдауна. Ну, если только не считать полицейских, которые стоят на входе и контролируют, чтобы все были в масках. Ну и, в общем-то, здесь я наблюдаю то, что и ожидала. Большое скопление людей. Это неудивительно. Рынок открылся первый раз за 9 дней с начала локдауна. А рынок для турков – это дело святое. Хоть вещевой, хоть продуктовый, он обязательно должен быть. И на рынок ходят даже не потому, что что-то нужно купить, а для того, чтобы прогуляться. И вы знаете, вот это ограничение, которое сейчас ввели в магазинах на продажу техники, электроники, текстиля, посуды, косметики, оно связано именно с тем, что зачастую местные жители ходят в магазин как на прогулку, на экскурсию. Причем не один-два человека, а прихватив еще с собой нескольких соседок и всех детей, человек 5 или 10. И вот именно, чтобы прекратить вот эти длительные хождения по магазинам коллективные, такое решение и было принято. Но я уже говорила, что, в общем-то, ничего страшного в этом ограничении нет. Как-нибудь переживем. Ну а что мы сегодня наблюдаем на рынках? Я думаю, вы заметили, что все в масках. Я вдыхаю ароматы трав, прям чувствую, как пахнет мятой, перцем. Ну и, в общем-то, овощей и фруктов хватает. Прилавки быстро пустеют. И я замечаю вот такие пустоты. Это значит, что продавцы расположились с учетом социальной дистанции. То есть, не подряд каждое место занято, а через одно. И еще обязательное условие, которое было прописано при открытии рынков, это то, что товар теперь будут продавцы накладывать покупателям. То есть, руками трогать ничего нельзя. Но я думаю, что за этим уследить очень сложно. Люди устали сидеть по домам и прям сами смотрят в камеру. Ну хорошо, хоть не возмущаются. Открытие рынков – это, конечно, радость для фермеров. Это им определенная уступка, потому что ситуация складывалась очень неприятно. Через несколько дней после начала локдауна появились фотографии и видео о том, как фермеры выкидывают свой урожай в мусорные баки. Была информация о том, что мэрия выкупит у них сельхозпродукцию по приемлемым ценам и будет потом раздавать бесплатно жителям города. Но, честно говоря, я такого нигде не наблюдала и даже не слышала о том, чтобы подобное происходило. С одной стороны, вот как я уже начала говорить, это, конечно, очень хорошо, что открылись рынки, что у фермеров появилась возможность выйти и реализовать свою продукцию. А с другой стороны, почти десятидневное ограничение людей, и потом вот так вот массово они вышли на рынок. Самое главное, чтобы это не привело к ухудшению ситуации, которая сейчас стабилизировалась и, в принципе, ежедневно наблюдается уменьшение количества инфицированных. За последние сутки было зарегистрировано 20 107 человек. Очень странно, почему вот такие большие пустоты. Я думала, что здесь яблоку негде будет упасть. За все эти дни наверняка столько зелени выросло, столько овощей и фруктов созрело. А, я поняла, почему эти пустоты. Здесь нет кисломолочной продукции. То есть яйца, сыры, оливковое масло, сухофрукты запрещено продавать. И вот эти большие пустоты – это именно те места, где располагались прилавки с этой продукцией. Сегодня только сельхозтовары. Ну и давайте по ценам мы с вами вот так вот пройдемся. Огурчики отличные по 4 лиры. Баклажанчики очень хорошие по 3. Помидорчики по 5. Как много людей возле прилавков. Ну вот здесь, конечно, никакой социальной дистанции. Ну и накладывают, набирают тоже сами. Ну и ладно, раз уж такое большое количество людей одновременно выпустили на рынок, я не думаю, что продавцы смогут справиться с их обслуживанием. Ну и здесь люди привыкли сами штучно выбирать себе товар. Единственное ограничение на клубнике. Вот клубнику накладывают подряд, только продавцы. Ой, как пусто на рынке. Но это ни в коем случае не говорит о дефиците овощей и фруктов. Накануне локдауна я снимала видео и говорила о том, что приятно видеть пустые прилавки. Вот сейчас мне тоже их приятно видеть, как непарадоксально это звучит. Сегодня пустые прилавки свидетельствуют о том, что бойко идет торговля, о том, что фермеры реализовали все, что хотели и смогут поправить свое финансовое положение. Хочу подойти к этому прилавочку, посмотреть, почем здесь клубничка. Тимка попросил. Ага, 15 лир стоит килограмм клубники, но выглядит очень аппетитно. А вот эта кисленькая алча стоит 10 лир за килограмм. Она здесь очень популярна. Я думаю, что до пяти часов прилавки будут абсолютно пустыми. А, вы посмотрите, все распродали. Да, вот говорит, что все закончилось. Очень странно. А что же не подумали о том, что надо побольше продукции сегодня вывезти. Вы посмотрите, сколько пустых ящиков, коробок. И вот здесь уже осталось всего ничего. Картофель разбирают. А вещевого рынка, кстати, нет. Обычно он располагается вот здесь. Сегодня пустота. Только сельхозпродукция. Ой, цветочки красивые. Завтра в Турции День Матери. 9 мая с наступающим праздником, с Днём Победы всех. Увидела цветы и вспомнила про День Матери. Завтра будут работать цветочные магазины. Они будут открыты. Можно их посещать. А также доставка, естественно. И вот, кстати, доставка, она работает на все виды товаров. И на продукты, и на всё остальное. То есть с этим проблем нет. Ну что я вам могу сказать? Выбор сегодня невелик. За эти дни, конечно, наш холодильник в плане овощей и фруктов опустел. И сейчас придётся выбирать из того, что есть. Честно говоря, это так непривычно. Всегда такое изобилие. И это тот редкий случай, когда будет распродано всё. И особо, я так понимаю, что и скидки делать не нужно сегодня продавцам. Они так увлечены продажей, заняты своей работой. Даже не отвлекаются на призыв покупателей. Так, арбузики 8 лир за килограмм. Деньки по 12 лир за килограмм. Выглядит аппетитненько и расходится быстро. Но не зря, не зря трудились, конечно, фермеры. Хоть что-то вынесли, что-то продали. Но маловато, маловато. Выбора особо нет. Я сегодня рынок обошла непривычно быстро. Мне даже вам особо и показать-то нечего. Да, как меняется наша жизнь. А вот реалии Турции. Совершенно спокойно оставили купленные продукты. Их никто не тронет. Они так и будут здесь лежать, пока не придёт хозяин и не заберёт их. Ну и давайте я вам вокруг покажу панорамку. Пустовато, конечно, на улицах, когда рынок. Обычно здесь такой ажиотаж бывает. Не пройти, не проехать. Завтра уже будут закрыты и магазины все. Вообще никуда выйти не сможем. Поэтому я сегодня так вот не спеша прогуливаюсь на рынок. Но, с одной стороны, радует, что нету прям очень большого столпотворения. Более-менее всё так спокойно. Хотя я пришла уже во второй половине дня. Может быть, народ разошёлся к этому времени. Так, ну я в обратную сторону. А то посмотреть посмотрела и ничего же не купила. Пока иду, отвечу на часто задаваемые в комментариях вопросы. Многие, несмотря на ограничения авиасообщения, в ближайшее время всё же планируют сюда приехать. Кто-то на отдых и шопинг, а кто-то на оформление сделок и документов. В связи с этим у вас возникают вопросы, как будут работать торговые центры и государственные учреждения. Ну, однозначно, в ближайшие дни, до 17 мая, пока локдаун, всё будет закрыто. А после планируется поэтапный выход из карантина. В одном из предыдущих выпусков я рассказывала о трёх этапах, но тогда не были обозначены даты. А сейчас появилась некоторая ясность. Один из новостных турецких порталов написал о том, что первый этап начнётся с 17 мая. Планируется открытие кафе и рестораны. Они смогут размещать гостей только на открытом воздухе. Муниципалитеты будут оказывать поддержку в организации таких мест, заведениям, у которых нет внешней площадки. Далее, вот пункт, на который я хочу особо обратить внимание. Организации и предприятия смогут работать до 21.00. Мне кажется, что вот здесь как раз-таки речь и идёт о торговых центрах и госучреждениях, потому что далее про них ничего не сказано. Соответственно, будем думать, что они откроются с 17 мая и будут работать практически полный день. Далее, комендантский час будет введён только по воскресеньям. Школьники продолжат дистанционное обучение. Второй этап планируется начать с 1 июня. И тогда наверняка отменят комендантский час по воскресеньям. Места общественного питания и развлекательные заведения смогут работать до 22.00-45.00, но, опять же, только на открытом воздухе. Обучение до конца учебного года будет оставаться дистанционным. Третий этап планируется начать с 1 июля, при условии, что уже будут пройдены основные этапы вакцинации. Только в этом случае большая часть ограничений будет снята. Места общественного питания и развлекательные заведения смогут принимать посетителей в помещениях. Далее опять идёт про школы, о том, что они будут оставаться закрытыми. До следующего учебного года. При этом отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки и меры могут быть изменены до тех пор, пока большая часть населения не будет вакцинирована. Но я думаю, что действительно после 17 мая жизнь уже начнёт возвращаться в своё привычное русло. Конечно же, должны открыться госучреждения. У людей накопилось немало дел. Ну и, соответственно, торговые центры тоже откроют свои двери для посетителей. Очень популярны здесь горошек и фасоль, пока они ещё не вызрели в стручках. И вот прям так сырыми их и кушают. Ой, как много сегодня полиции или жандармерии. Обычно она бывала только на входе, 2-3 человека. И я сразу как-то не заметила. А сейчас иду и понимаю, что они так скромненько. По 2 человека сидят возле заборов. Их как-то особо не видно. Они в глаза не бросаются. У них такая коричневая неприметная форма. Ой, я даже не знаю, у какого прилавка остановиться. Мне бы огурчики, помидорчики, зелень. Ну, наверное, вот эти. А что такие дешёвые? По 2 лиры мятые, наверное. Ну-ка. Да, мягкие. Нет, поищу получше что-нибудь. Черри, вы посмотрите, зелёными собрали. Так, по 4 лиры. Цена отличная. И сами помидорки тоже. Надо, наверное, взять чериков. Слушайте, ну я сегодня осталась без зелени, без укропа, без петрушки, без рукавы. Реально всё закончилось, да. И продавцы говорят, что вот рынок закончился даже раньше, чем должен был. То есть, в общем-то, торговать нечем. Так, а вот, кстати, и капусточка. Боже мой, 4 лиры. Вот такая вот ерундовинка, размером с ладошку. Так, посмотрю, ещё нет. Пока это я не буду брать. Ой, кажется, руккола, да. По 2 лиры. Ну, это дороже, чем обычно. Обычно она стоит лиру. Поэтому она у него и осталась, что дороговато. Но куплю, ладно, на обратном пути, если останется, если ничего лучше не найду. Мне, честно говоря, она не очень понравилась. Такая подвядшая и залитая водой. Я не люблю такую зелень. Она очень быстро пропадает. Я помню ваши комментарии о том, что её нужно помыть, просушить, поставить в баночку с водой и в холодильник. Обязательно этим воспользуюсь. А вот здесь, кстати, рассада продаётся. Это то, что разрешено. Вот, можно высаживать. Я вижу перец, помидорки. Мироба. Такой скудный рынок. Мне действительно вам даже показать сегодня нечего. Мироба. Мироба. Некадар? Килограмм 5 лир. Ого, килограмм 5 лир. Да, конечно. Ну, понятно, на фоне дефицита. Гюзель, гюзель, но фиат. Что-то высоковато. Танесе без лира? Без лира, да? Ага. Ну, вот он мне за 5 лир отдаёт одну капустину. Можно тогда вот самую большую? Ой, извините меня, пожалуйста. Эвет, Эвет, не хотела я торговаться. Сейчас тогда, ладно, у него ещё и рукаву возьму. Подвели рец уже за пучок. Так, ну, забрала я капусточку за 5 лир вилок. Очень хороший. И три пучка рукавы за 5 лир отдал он мне сразу. Ну, просто освобождает прилавок уже. А здесь я взяла помидорки черри и болгарский перец. По 4 лиры за килограмм. Ну, вот сколько в пакеты влезло, столько и набрала. Впрок уже начинаем закупаться. Ну, а что делать? Следующий рынок только через неделю, 15 мая. И на этом я буду закругляться. Пора уже идти в сторону дома. На улице можно находиться, ну, вернее, выходить в ближайший к дому магазин. Но сегодня на рынок с 10 до 17.00. Пока они открыты. После 5 часов все должны сидеть по домам. Я пошла домой. А вы, пожалуйста, оставайтесь на моём канале. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Я прощаюсь с вами до следующего видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.